Уголок сибирской Венеции на улице Объединения в Новосибирске. Летом пруд с утками, зимой настоящий геотермальный источник под окнами. Много лет жильцы пытаются бороться с водной феерой, но пока безрезультатно. Подробности в сюжете Александра Попова. Небольшой водопад на улице Объединения. Трубы теплосетей в течение многих лет беспрерывно создают вблизи жилых домов то озеро, то небольшое болотце. Разводятся комары, а весной и осенью в коммунальный оазис прилетают утки. Горячий источник в летние месяцы подходит прямо к окнам дома. У нас до хвостки по весна осень ползут. Мы кому-то в ухо заползали, ребенку прям. В больницу ездили, убирали, доставали. В самом здании, как в бане, высушить одежду на первых этажах без обогревателя невозможно. В квартирах как могут борются с плесенью. Вот делали ремонт два или три года назад. Посмотрите, не войти. И это же идет от конденсата, то, что влажность снаружи и влажность внутрь. В квартирах тоже самая песня. И влажность, и холодно, естественно, рассыро. И плесени были. А зимой иногда бывает такое затмение этого пара, как вот сегодня утром, что дома рядом 17-этажного не видно. Да и сейчас в клубах пара мало что можно разглядеть. Сама неисправность кроется где-то там, за туманами. Происходит это уже много лет. Ну, точно здесь я проживаю 10 лет. По-моему, все 10 лет это и происходит здесь озеро. Единственное, бывает чуть потише в начале. Сейчас у нас каждым годом вот так вот текет и текет. Образовывается озеро, которое подходит очень близко к дому. Согласно информации новосибирской теплосетевой компании, основная проблема жилмассива – заболоченная местность. Учитывая этот факт, пятиэтажка даже построена была без подвала. Ну, а дефект на тепломагистрали был обнаружен лишь неделю назад. У нас имеется, значит, выход теплоносителя небольшой. Ситуацию контролируем. То есть ежедневно обходы персонал совершает и смотрим за динамикой дефекта. То есть как только установятся температуры, позволяющие нам отключить такую большую магистраль, мы ее устраним. Журналистам ответили, как только температура воздуха повысится до минус 10-12 градусов, дефект ремонтники сразу же устранят. Мы будем следить за развитием событий. Александр Попов, Александр Ведерников, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова